Зрелость – это не просто то, что приходит с возрастом. Независимо от того, взрослый вы или молоды внешне, эмоциональная зрелость определяется тем, как вы действуете и думаете в жизни. Задумываетесь ли вы о том, что вы более зрелы, чем другие? И почему, как говорится, не по возрасту? Часто ли вас считают старпером в кругу друзей? Вполне возможно, что вы узнаете некоторые из этих признаков эмоциональной зрелости. 1. Вы признаете, что знаете очень мало. Наряду с готовностью учиться, вы не стесняетесь признать, что знаете далеко не все. Подобное мышление способствует развитию любознательности и способности ценить обучение. Это также связано с эффектом Даннинга-Крюгера, когда человек слишком уверен в своих способностях, что неосознанно ограничивает получение знаний. Великий философ Сократ однажды сказал, единственная истинная мудрость заключается в том, чтобы понимать, что ты ничего не знаешь. 2. Вы непредвзято относитесь к мнениям и убеждениям других людей. Способность видеть различные точки зрения позволяет нам с уважением, смирением и сочувствием принимать различия во мнениях и мыслях других людей, независимо от того, согласны вы с ними или нет. Считаете ли вы, что активно прислушиваетесь к мнениям и взглядам других людей? Способность терпимо относиться к чужой точке зрения, не навязывая ей своего мнения, делает вас человеком, которому можно доверять. 3. Доверие идет рука об руку с доброжелательностью. Способность к открытому мышлению гарантирует, что вы используете возможности для обучения и обогащаете свою жизнь непрерывным потоком знаний. 3. Вы не стесняетесь признавать свои ошибки. В жизни все совершают ошибки, и это совершенно нормально. Зрелость – это когда вы несете ответственность за свои ошибки и укрепляете доверие, а не отрицаете и теряете уважение. В таких сферах, как бизнес, те, кто признает свои ошибки и учится на них, часто занимают более высокие руководящие должности, чем те, кто не признает их. Будь то работа или ваш интеллект, рост напрямую связан с готовностью признавать свои недостатки. В какой мере ответственное отношение к делу способствовало развитию вашей трудовой этики в целом? 4. Вы открыты и готовы к переменам. Благодаря современному прогрессу общество постоянно меняется. Важность некоторых вопросов может кардинально измениться за короткий промежуток времени. Как бы смешно это ни звучало, но перемены – это единственное постоянство в жизни. Способность формировать свои идеи и убеждения на основе новой и достоверной информации помогает не отставать от вечного круговорота перемен в нашей жизни. Это подчеркивает важность осознания и восприятие различных идей и точек зрения. Человечество и его успех – это результат нашего природного инстинкта адаптироваться и меняться под все новое. Будь то блокбастер или фотопленка колодок, существует множество исторических примеров того, как успех был разрушен из-за упрямства к переменам. А что заставило вас изменить давно укоренившиеся убеждения? Улучшило ли это ваше отношение к себе или другим? 5. Вы внимательно относитесь к тому, как ваши слова и действия влияют на других. Если вы нервничаете или пытаетесь поддержать беседу, легко потерять контроль над тем, что вы говорите. И хотя эту привычку трудно выработать, обдумывание того, какое влияние окажут ваши слова на человека, может оказаться решающим фактором для восприятия вас другими людьми. Как вы проявляете внимание к другим людям в своих словах и поступках? 6. Вы умеете прощать и отпускать других. Вы когда-нибудь с кем-нибудь ссорились и после этого долгое время чувствовали злость? Это не самое приятное чувство, не так ли? Но разделение – это способность отбросить обиду и двигаться дальше. Движение вперед может заключаться в том, чтобы забыть прошлое и поддерживать здоровые отношения или даже оценить произошедшее и смириться с тем, что вы просто не подходите друг к другу и идете разными путями. Можете ли вы вспомнить случай, когда вы устранили разногласия, держа на кого-то обиду? 7. Вы сопереживаете себе и другим. Способность поставить себя на место другого человека означает, что вы можете позиционировать себя в различных ситуациях и с разных точек зрения. Это также может помочь вам понять различные проблемы и найти общий язык с людьми в трудные времена. Когда вы в последний раз сопереживали кому-либо и по какому поводу? 8. Вы обращаетесь за помощью, когда это необходимо. Часто считается, что избегать помощи – значит быть независимым, сильным и зрелым, в то время как на самом деле все обстоит с точностью да наоборот. Просить о помощи – значит признавать свои недостатки, проявлять смирение и осознавать необходимость заботы о себе. Это также свидетельствует о том, что человек уверен в своей уязвимости и знает, что после этого с ним все будет в порядке. В каких ситуациях вы обращались за помощью? Видите ли вы себя в некоторых из этих моментов? Насколько зрелым вы себя считаете? Независимо от того, замечаете вы или нет в себе какие-либо из этих признаков прямо сейчас, спасибо вам за то, что смотрите и учитесь. Ведь мы все это проходим вместе. Сообщите нам, какой признак вы цените больше всего и почему, в разделе комментариев ниже. Как всегда, суперспасибо за просмотр!